Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня Новый год наступил. Всех поздравляю с этим замечательным праздником. Мы всегда радуемся, когда отмечаем этот праздник, Новый год. Он для всех становится началом чего-то нового, светлого и хорошего. Мы всегда ожидаем от Нового года каких-то перемен. Немножко скажу про себя, про тот год, который ушел. Для меня он был разный. Разный, какой-то стремительный. Очень много было про всяких событий, которые шли. Каждое событие цепляло за собой другое. И все это ускорялось, ускорялось. Все как снежный ком. Были, конечно, и замечательные события, были и печальные. Ну, что поделать, жизнь продолжается, жить надо. И даже не знаю, знаете, вот говорят иногда там, ой, как хорошо, что этот год закончился и начался следующий. Вот этот год был плохой, а следующий там ждем, что будет хороший. Не знаю, для меня, ну, наверное, каждый день прожитый, каждая минута, они, ну, такие, как есть. Ну, в любом случае печальные события в нашей жизни случаются, мы не можем от этого уйти, ничего не можем изменить. И пусть их будет меньше, но нужно быть к ним готовыми. Рассказываю, что у нас произошло за эти дни. Вот я сейчас стою под пальмой, стою специально, пришла сюда, потому что у меня было запланировано обращение к моим подписчикам, к моим зрителям предновогодние поздравления, пожелания, всего прочего. И было запланировано, что я обязательно стану под пальмой. Но я вам говорила, что что за Новый год, что будет Новый год, снега нет, ничего нет, буду отмечать Новый год под пальмой. Вот, ну, была у меня мысль, чтобы эта пальма была на берегу моря, и, ну, такая экзотика. Но что-то пошло не так вообще, вообще все пошло не так, потому что, когда мы поехали снимать видео, ну, с Таней там по делам, начался сильный-сильный ураган, пальмы просто вот так вот стояли, и подойти к морю было просто нереально. Таня там сделала попытку, но она ей не очень удалась. Я вам, кстати, вставлю немножко, я снимала, в машине мы ехали, я снимала немножко видео урагана, и как выглядит такое очень активное море. Я, кстати, сказать, первый раз вижу, чтобы вот такой был шторм. Ну, наверное, те, кто живут возле моря, им, наверное, это не в диковинку, как бы обычное состояние. Но для меня был некий шок, потому что это, это такая мощь, это такая. Дождь прям стеной стоит. Так вот, эта стихия поломала нам все планы. Мало того, что мне не удалось снять поздравления в той локации, где я хотела, так кроме того, он и порушил наши планы на новогоднюю ночь. Кто смотрит Танин канал, уже, наверное, знают, что мы должны были поехать на виллу, отмечать. Но виллу затопило. Вот представляете, она находится так немножко в углублении, а вот там часть бассейна немножко приподнята. То есть первый этаж виллы находится ниже уровня бассейна. Так вот, в бассейне вода стояла на 10 сантиметров выше кромки. Можете себе представить, что было на первом этаже этой виллы. То есть виллу затопило. И отмечать Новый год нам было негде. Мы там в другое место поехали, еще в другое. В общем, оказалось, что нас особо никто не ждет, и мы вернулись домой. Вот вы знаете, я всегда считала, что Новый год – это семейный праздник и должен проводиться дома. Ну, или там у родственников, или там у друзей. Ну, то есть домашний такой праздник. И вот, видимо, высшие силы тоже со мной согласны. И нас всех направили домой, потому что Новый год мы встречали дома. У нас был шикарный стол. Таня, наверное, уже показала его. И у нас была куча подарков. Но это все было дома. Естественно, мы все не съели. Вот сейчас я пойду туда доедать. У нас будет завтрак. Завтрак такой, плавно переходящий в обед, потому что такую еду не едят на завтрак. Ее там едят на обед или на ужин. Ну, а потом у нас запланирована еще одна поездка сегодня. Ну, поскольку все планы парку порушены, нужно было срочно перестраиваться. Вот. Ну, мы продумали там развлечение немножко другое для детей. Я вас приглашаю с собой. Поедем, посмотрим. Ну, я не уверена, что мне удастся заснять. Все в полном объеме. Вот. Ну, и под занавес вам поздравления с Новым годом. Под пальмой, как я обещала. Вот, кстати, тут еще одна есть. Вот, смотрите, какая. Вот. И что вам еще хочу сказать? Я вам хочу сказать, что сегодня чудеснейшая погода. Вот, не знаю, наверное, недели две уже такой погоды не было. Потому что сегодня светит яркое-яркое солнце. На небе не облачко. Тепло. Я сняла куртку. Вот я в этой самой жилетке. Тут у меня, правда, тоже тепленько. Не переживайте за мое здоровье. Оно уже поправляется. Я без шапки, потому что, ну, реально жарко мне будет. Ну, у меня есть капюшон. Если что, я его накину. Вот такие вот у нас дела. Сейчас еще буду идти к Тане. Иду к Тане. Покажу вам немножко горы. И вообще просто природу, красоту. Вот, солнце. Ну, конечно, кстати, многие там на канале уже спрашивают. У меня скучаю я. Есть ли у меня ностальгия. Друзья, ну, я не знаю. Ностальгии пока нет, потому что мне некогда об этом думать. У меня планы, у меня квартира, у меня там то, у меня сё, у меня дети, у меня внуки. В общем, мне этим некогда заморачиваться. Скучаю ли я? Конечно, скучаю. И, конечно, я скучаю по своим детям, по своим сыновьям, по своим снохам, по своему любимому внуку Владу. Потому что я скучаю по зиме. Вот. Ну, чтобы там сказать, что вот такая ностальгия, что я сейчас вот падаю в обморок, такого, конечно, нет. Мне просто этим пока некогда заниматься. Пойдемте, я вам покажу все-таки, какие горы и какая пророда. Смотрите, какая красота. На небе не облачко. И все такое яркое-яркое. Даже несмотря на то, что вот многие деревья уже, у них листики опали. Но есть вот эти вот, которые вечно зеленые. Они прям такие, прям яркие. Смотрите, оливки. Вот мой любимый ретроавтомобиль. Гламурного цвета. Ну, что-то он какими-то пятнами стал. Не знаю, мы что бы так покрасили. И вот там далекие горы. Видите, какая красота. Все, я дошла до Тани. Вот такой вот вид на горы и на облака Станиного балкона. Вот уже там облака появляются со стороны Кемера. Он, видите. А там небо вот такое вот чистенькое. Такая вот красота. На улице очень тепло. Прям очень-очень тепло. Ну, а мы отправляемся дальше. Сейчас будет у нас поездка в парк развлечений аттракционов Land of Legends. Там играет очень громко музыка. И вряд ли мне удастся там снять видео. Но, возможно, у меня что-нибудь получится, и я вам покажу. А сейчас я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока. Спасибо, что были со мной. Пока.